Музыка Человеческому сознанию свойственно не замечать некоторые вещи, кажущиеся обыденными. Они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И только представив, что эта самая вещь вдруг исчезнет, отчетливо понимаешь всю ее ценность и важность. Сколько их пышных и скромных, знаменитых и не очень фамильных усадеб украшали наше Отечество. Десятки тысяч дворянских гнезд по великим просторам Руси. Это был ни с чем не сравнимый духовно-культурный сад. Сад, который теперь безжалостно вырубают. Судьбы русских усадеб похожи на людские. В них можно найти периоды весны и расцвета, зрелости и уведания. Они полны тайн, страстей, роковых случайностей и, увы, также конечны. История подмосковной усадьбы Суханова печальна и, похоже, подходит к своему закату. Данное поместье является объектом культурного наследия и охраняется государством. Однако об этой охране свидетельствует разве что табличка при входе. Находилась на таком красивейшем месте, когда в эту природу можно было вписать очень интересные строения. Как раз все в тонущей дымке, леса, перелески. Здесь краски неяркие и звуки не резкие. Здесь надо увидеть, здесь надо всмотреться, чтобы ясной любовью напомнилось сердце. Вот такие места. Это место было царской водчиной Алексея Тишайшего. Именно сюда он приезжал на соколиную охоту, и именно здесь ему приснился сон о рождении дочери, в честь которой он основал святую Екатерининскую пустынь. В советское время там располагалась названная именем усадьбы Сухановская тюрьма. Царские усадебные земли дарили и продавали, пока не появились настоящие хозяева, князья Волконские. У него был зуд к строительству, и она была очень умной, разумной женщиной. И ее, тем более, иметь такого прекрасного, любимого племянника, она, конечно, хотела сделать для усадьбы такое место, чтобы сюда часто приезжал императорский двор. Поэтому задумка была грандиозная. «Усадьба Суханова» – это длинная повесть, рассказывающая историю рода князей Волконских, которые в усадьбе рождались, отсюда уходили на службу, возвращались и занимались совершенствованием усадебной жизни. Волконские не расставались с поместьем даже после смерти, ведь их хоронили тут же, рядом с могилами предков. Но в годы революционного лихолетия в Суханово пришли люди, обезумевшие от вседозволенности. Громя усадьбу, они не задумывались о последствиях, не отдавали себе отчета в том, что разрушают прежде всего свою историю. Волосное правительство решило отнять у князей все, что было в них до 1917 года. Петра Дмитриевича выселили в Москву, в какую-то коммуналку, где дали только одну комнату, усадьбу национализировали. Волосной комитет решил сюда поселить бездомных детей, у которых были потеряны родители. Вот поселили такое, так сказать, молодое племя, и им, естественно, нужно было все рушить. Не погнушались зайти в усыпальницу, вынесли гробы, а над телами надругались. Эти тела были сброшены с крутого берега, оврага вниз. А из цинковых гробов поили живность скот. И ведь многие ценные вещи даже не были украдены, их просто истребили. Мы, наверное, единственное в мире государство, пережившее период почти полного самоуничтожения. Но усадьбе все-таки выпал шанс второго рождения. Иосиф Иосиф Иоанн Шсталин решил все Подмосковье, все эти усадебные дворянские гнезда, решил приспособить под своих важных лиц. Одни из них были архитекторы, другие были военно-начальники, как Архангельская. И вот отдана она была подарена Союзу архитекторов СССР. Это был 1934-1935 год. Многое стало меняться в облике усадьбы. Но она снова ожила, задышала. Дом отдыха Союза архитекторов собирал себе под крышей целое созвездие творческих людей. Очень любил Хридников, Суханова. Райкин здесь был, Шаляпина, Ирина Федоровна, дочка часто отдыхала. Шульженко любил очень Суханова. Вот в свои последние годы она несколько лет приезжала. Но много других, конечно. И Николай Губенко был со своей Жанной Волтовой. Здесь они несколько лет. И Филатов здесь жил. Летом очень часто в маленьком корпусе. Я когда пришла сюда в 1976 году, мне казалось, что я попала в иной мир. Я, правда, жила в Москве в то время, но я не москвичка, не коренная. И когда я попала сюда, мне казалось, что здесь люди иные живут. И тут были цветы, аллеи, все было ухожено. И когда я пришла в дворец, там все было в коврах, в таких люстрах. И мне казалось, что я вообще в сказку какую-то попала. Советская интеллигенция в Бога не верила. Поэтому абсолютно спокойно Мавзолей Волконских был приспособлен под столовую. Никаким атеизмом невозможно оправдать столь нелепый фарс. Обеды в храме на могилах тех, кто все это имущество и создал. Иваны, не помнящие родства. Это диагноз, который в нашем обществе до сих пор можно ставить практически каждому. Здесь было место, где проводились различные мероприятия светские. Как-то Новый год, свадьбы. Хотя это храм усыпальницы в честь святителя Дмитрия Ростовского, князей Волконских, которая была построена с целью погребения здесь своих родственников. Однако мир коммунистических идей рухнул. СССР развалился и как эффект домино посыпалось и все остальное. Дом отдыха стал пустовать. Пустовать и несколько лет здесь вообще никого не было. Ну, может, по два-три человека. В какие-то годы здесь даже проживали из южных республик. Но уже ничего не ухаживалось, и работников никаких практически здесь не было. Вплоть до того, что стало все разрушаться. Союз архитекторов вступил в длительную тяжбу с Росимуществом за право овладания частью этой земли и понеслось. Сменялись директора, и только преданные усадьбе люди, которые проработали в недолгие десятилетия, с болью смотрели на все происходящее. Случилась беда. Здесь один хозяин, второй хозяин, третий хозяин, и все воровали. Хотели утащить плит в Волконской бедали, да? Он хотел утащить, а я не дал. Там дети пестили и плиты в Волконской. Он увез в гараж и хотел... А мне пять ворон, семь дал мне, выгнать хотел мне. Правда, были в этой галерее образов разных хозяев, и небезразличные люди. Не так давно в усадьбе удалось восстановить службу в храме святителя Дмитрия Ростовского. В 2010 году, наконец, мы имели возможность сюда приехать, потому что до этого времени мы пытались, с 2004 года, каким-то образом сюда проникнуть, чтобы это место не было запустением, но не удавалось. Нынешнее руководство проводить еженедельные воскресные службы не запрещает. Но вот на контакт со священнослужителями не идет. На сегодняшний день мы пытались неоднократно выходить на руководство Союза архитекторов, и там категорически было нам отказано не в письменной форме, потому что все наши письменные обращения, они игнорировались абсолютно. Мы посылали не один раз запросы в Росимущество. Нам было сказано, что приедет сюда комиссия от Росимущества на месте, посмотрят и все, и потом сделают соответствующие какие-то там возможные решения. Но комиссия до сих пор не приехала. Мы письма просто завалили, но ничего не решается. Архитекторы как черт от Ладана шарахаются от РПЦ. Тут еще один храм был. Хотели поставить крест на месте разрушенного храма в честь Пресвятой Богородицы. Там сейчас курильня. Окурки бросают, курят. И хотели поставить просто как памятное место, что на этом месте был храм, люди знали, кто богобоязнен, он все-таки не будет совершать никаких бесчинений. Нам было отказано в этом. Даже просто крест, не вкапывая. У меня подставка железа, просто перенести, поставить. Вот крест и появились табличку такую. Страх, наверное, перед тем, что там, не дай бог, возникнет храм. Господа архитекторы, воспитанные на лучших мировых творениях, это вы толкуете об историческом наследии. Так где же ваши глаза? Не смотрите вдаль, взгляните под ноги. Три десятка лет видишь все-таки, как это происходит на твоих глазах. Я же говорю, даже вот главное здание, когда начинали ремонт, то сняли лестницу, куда-то они делись. Потом эти какие-то, ну, там была мебель, там были какие-то предметы, да, посуды, там еще что-то там, вазы, не знаю, львы эти, ну, куда это, где, что, как. Конечно, очень обидно. Ну, нужно хозяину какому-то хорошему. А без хозяина дом сирота. Откройте ворота, откройте, в конце концов, двери свои, впустите людей. Маститам-архитекторам дом творчества уже не нужен. Архитекторы все имеют свои мастерские частные и свои какие-то загородные дома, и за границей. В основном молодежь вся уезжает отдыхать. Здесь надо менять, конечно, все условия. Студенты архитектурных вузов, которых пригоняют сюда на летнюю практику, ни зданиями, ни теми, кто их создал, к сожалению, не интересуются. Нам немножечко рассказали, но я молчу знаю. Ну, что вы запомнили? Нет, зачем вы меня спросили? Девочки, что я запомнила? Однако не в этом кроется самая большая на сегодня проблема. Усадьба умирает. А все смотрят и как будто ждут. Кто же жаждет кончины старинной усадьбы? Может быть, те, кто мечтает застроить эти земли элитным жильем? Выводы эти сделаны не на пустом месте. Часть земель уже выведена из природоохранной зоны, и на них бурными темпами начато строительство. Строительство началось на территории памятника архитектуры федерального значения усадьбы Суханова. Из публичной кадастровой карты видно, что часть территории разделена на кадастровые квадраты, каким-то образом отчуждена. И с видом разрешенного использования под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и огородничество выведено, по нашим сведениям, около 5 гектаров на сегодняшний день. Это более 30 участков. Сейчас это уже не дом для одного хозяина. Вы видите, это 5 таунхаусов с гаражом на первом этаже, с комнатой и двумя комнатами на втором этаже. То есть это явно не для хозяина, это для продажи. На каком основании они начали строить? Правильно говорю? И стали строить, сколько построили они? И за что? Почему? Как? Где правда? Лож? Кому обращаться? Кому? Понятно, что это очень лакомый кусочек. И всегда это будет спор. Там никто не думает о здании, о наследстве. Вот как бы взять это просто понятие, культурное наследство, и заняться им. Никто не думает. А все думают, у кого будет земля, у кого будет имущество. То есть нет покоя ни от вот этой всей красоты, от этой земли, от этих объектов, от этого пруда. Ну, кому-то очень хочется. Вся эта история напоминает судьбу Чеховского вишневого сада. Ваше имение находится всего в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если землю по реке и вишневый сад разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Извините. Какая чепуха. Только нужно кое-что поубрать, почистить. Например, скажем, снести все старые постройки. Вот этот дом, который уже никуда не годится. Вырубить старый вишневый сад. Дождется ли Суханова своего воскресного часа? Или современному миру нужен только один храм? Финансовый. А подлинная культура с ее старинными усадьбами стоит на его пути и раздражает. Давайте не будем превращаться в Лопахина. Чехов больше ста лет назад говорил нам, что вся Россия наш сад. Его надо беречь. Мы должны учиться на собственных ошибках, на собственном опыте, опыте вчерашнего дня, а не делать вид, как будто у нас его не было вовсе. И не бросать верного свугу Фирса. И не вырубать сад сегодняшний. А насаждать завтрашний. Про меня забыли. Про меня забыли. Сам пеклю, все делаю. Да, бог судьбят. Уйду. Приедете. Здесь ничего не будет. Пустота. А грущу я от того, что прежде добрым был, от того, что мало брата твоего сгубил. Да уж садеб ваших барских слишком мало жёг. Слишком мало жёг. Слишком мало жёг. Слишком мало жёг.